Голосование за обновленную Конституцию пройдет как праздник. Владимир Путин встретился с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию и поддержал идею о проведении голосования по поправкам в будний день, который будет объявлен нерабочим, но при этом не за счет праздников или выходных. Отрабатывать его потом россиянам не придется. На какие еще прозвучавшие предложения стоит обратить внимание? В комментарии Георгия Буфта. Количество уже оформленных предложений по поводу того, где и как еще можно улучшить Конституцию, стремительно приближается к полутысячи. И некоторые из них, судя по всему, добавятся к тем предложениям, которые 15 января выдвинул сам президент. Так что в конце процесса нас ждет, если не новая Конституция, то сильно обновленная. Любопытно при этом, что соответствующий законопроект на более чем 30 страниц по-прежнему в своем названии говорит лишь об одной поправке. Почему? Потому что таково формальное требование закона о порядке внесения поправок в Конституцию. Они могут носиться только по одной. Из того, что уже стало известно, стоит упомянуть предложение увеличить квоту, назначаемых президентом сенаторов, не от регионов, 17 до 30 человек, с введением пожизненного сенаторства для части из них с правом бывшим президентом становиться таковыми. Кто станет первым таким сенатором? Путин или все же Медведев? Будет также внесено положение о парламентском контроле, в том числе право направлять запросы в госорганы и органы местного самоуправления. К введению Совета Федерации предлагается отнести заслушивание ежегодных докладов генпрокурора. О Думе будет вменено Конституции заслушивать отчеты Центрального банка, а также назначать и отстранять зампредседателя счетной палаты. Должность председателя будет в компетенции Совета Федерации. Оба будут назначаться, впрочем, по представлению президента. Уже на заседании рабочей группы президент согласился с предложением включить в Конституцию положение об индексации зарплаты. В то же время относительно некоторых, условно-декларативных или излишно пафосных предложений, Путин либо дал уклончивый ответ, что означает «скорее нет, чем да», либо однозначно выразил скептическое свое отношение. Так он не поддержал предложение закрепить в преамбуле в Конституции статус России как державы-победительницы. Кстати, насчет преамбулы. Были предложения включить туда еще и упоминание Бога, а также сказать нечто о государственно образующей роли русского народа. Окончательной ясности пока нет. Возможно, оба вопроса решили просто замять для этой самой ясности. Однако в отношении преамбулы вообще-то действует особый порядок внесения поправок, как и в отношении первой и второй главы основного закона, что, впрочем, не оказалось непреодолимым препятствием для внесения нужных положений. К тому же война, чисто теоретически, и не дай бог, может ведь еще случиться и новая, уже при этой Конституции. Самое же главное, что та интрига, которая возникла еще во время первого оглашения поправок Конституции, так и осталась пока не раскрытой. Вернее, интриги даже две. Первая состоит в том, что по-прежнему непонятно, почему столь существенные поправки вдруг решено принимать в достаточно спешном порядке именно теперь, задолго до окончания срока правления Путина. На днях агентство Bloomberg выдвинуло версию, которая была озвучена Бизнес.ФМ еще 22 января. Нынешние поправки стали реакцией на провал планов объединения с Белоруссией, ввиду неуступчивости Лукашенко. Подтверждений или опровержений этой версии пока нет, но их нет, скорее всего, потому, что сохраняется и даже усиливается вторая интрига, куда более важная. Она состоит в том, что пока совершенно не ясно, каковым конкретно будет место самого Владимира Путина в создаваемой системе власти. А еще можно напомнить, что в прошлом году первые прозвучавшие от представителей власти предложения изменить Конституцию были связаны с системой местного самоуправления. Как-то, дескать, она не так вписывается в нашу жизнь. И вот, как ни парадоксально, именно с местным самоуправлением сейчас не больше ясности, чем с будущим Госсоветом, полномочия которого в поправках никак не прописаны. Так что все-таки Конституцию решили править отнюдь не из-за местного самоуправления. Вот тут уж точно никакой интриги нет. Конституция